Ну лет 7 наверное уже, вот как вот нету пола на балконе. Просто деревья растут, летят почки, ну начали расти небольшие кустики. Ну решил как бы их вырвать, а там корневая система уже. И то есть, ну балкона как такового нет, просто дыра туда к соседу. У большинства жителей третьего дома по улице Спортивной балконы стоят на подпорках. И такая картина уже несколько десятилетий. В 2015 году балконы дома официально были признаны аварийными. Бумаги о запрете, выходить на них приходят каждый год, а ремонта все нет. Этот балкон начал провисать еще 15 лет назад. Через 5 лет в ЖЭКе предложили демонтировать его, жители отказались. Тогда балкон закрепили на металлические балки. С тех пор никаких работ по балкону не производилось. Тогда же почти 5 лет назад жители обратились в суд и выиграли его. В 2015 году в апреле было вынесено судебное решение в нашу пользу, в пользу жильцов дома. О ремонте балконов со стороны мэрии. То есть мэрия должна была произвести нам ремонт балконов в количестве 19 штук. Обязательства до сих пор не выполнены. То есть сегодня у нас 20-й год, прошло 5 лет практически. В мэрии о решении суда знают, но добавляют аналогичных административных дел о срочном ремонте объектов на начало 2020-го. 136. Решения по 109 уже вступили в законную силу и раньше, чем по дому по улице Спортивной. Для исполнения необходимо более миллиарда рублей. Таких денег в городской казне просто нет. Все бюджетные средства, предусмотренные на 2020 год на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, распределены на ремонты домов, судебные решения по которым вступили в законную силу в более ранние сроки. В связи с дефицитом бюджета средства на капитальный ремонт дома номер 3 по улице Спортивной не были выделены. Также в мэрии пояснили, что в 2015 году в третьем доме по улице Спортивной были запланированы работы по капитальному ремонту фасада. Но жители тогда предпочли замену внутридомовой инженерной системы электроснабжения. Теперь капремонт фасада запланирован на 2023-2025 годы. Однако у жителей остается право на досрочный ремонт. Для этого необходимо протоколы решения общего собрания, техническое заключение и выписку со счета. Документы ждут в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. Денис Крюков, Константин Дмитриев. День в событиях.